Кроссовер Джей Ли Бенье вышел на китайский рынок год назад, и с самого начала было ясно, что модель устремится на российский рынок. И вот Джей Ли репортует о получении сертификата одобрения типа. Правда, в открытой базе Росстандарта документа еще нет, поэтому точных характеристик машины мы пока не знаем. Зато известно имя – Кулрей. Компактный паркетник построен на модульной платформе BMA, которая разработана совместно с Volvo. Кулрей получился на 18 см короче Атласа, а значит должен составить прямую конкуренцию компактным моделям вроде Hyundai Creta и Renault Captura. В Китае Джей Ли предлагает для него три трехцилиндровых бензиновых мотора. Что из этого достанется российским версиям, узнаем ближе к старту продаж, который намечен на первую половину 2020 года. А параллельно Джей Ли готовит нам еще две новинки. Это кроссоверы FY11 и Atlas Pro. Первый базируется на более крупной вольвовской архитектуре CMA, которая роднит этот купеобразный с кроссовером Volvo XC40. Поэтому под капотом шведские агрегаты объемом 1,5 или 2 литра. Притом старшему положен классический автомат и полный привод. А вот Джей Ли Атлас – это собственная китайская разработка. Модернизированная версия Pro получила новый дизайн, перекроенный проем пятой двери и полностью светодиодную оптику. В салоне новая контурная подсветка, передняя панель и центральная консоль. Медиасистема обзавелась большим экраном, притом некоторыми функциями можно управлять при помощи фирменных наручных часов.